В округе стартовал конкурс «Люберецкая супербабушка с дедушкой рядышком». В нём принимают участие самые спортивные, творческие и жизнелюбивые пары серебряного возраста. Чтобы завоевать звание победителя, участникам придётся преодолеть несколько этапов. Подробнее расскажут мои коллеги. Внимание, маршруй! В конкурсе участвуют 11 семейных пар. Для них в Центральном парке подготовили соревнования на меткость, скорость и выносливость. Вера и Валерий Фроловы привыкли всё делать вместе и во всём друг другу помогать. Принять участие в семейном конкурсе согласились, не раздумывая. Я первый раз участвовала в 2019 году, потом в 2023. Но, к сожалению, не выиграла, но это не главное. Главное, участвовала и радость, и новые знакомства, и очень-очень весело было. И в этом году нам предложили, и мы так обрадовались на самом деле. Ну, надеюсь, в этот раз мы победим. С нами вся наша семья, дети, внуки. У нас три сына, четыре внука. 43 года мы вместе уже. Я всегда поддерживал жену на конкурсах. Ну, всегда был с ней рядом. Настроен на победу. Победительница конкурса «Люберецкая супербабушка» Светлана Меншикова на личном опыте знает, чтобы пройти финал, нужно быть уверенным в себе и в своих возможностях. Очень много знакомых, очень много. И мне так захотелось просто их прийти и поддержать. Участникам самое главное – успеха, и чтобы не сдавались. Все у них будет. Выиграют, они не выиграют, но получат такие эмоции. Это неповторимое. Эмоции в нашей жизни – это все. Мы проводили 2019 года этот конкурс, и были только одни супербабушки. Но в год семьи, ну как-то надо, чтобы была семья, родоначальники семьи, бабушка и дедушка. Что замечательно, сегодня у нас пришли не просто участницы, да, они пришли со своими детьми, внуками, а некоторые есть даже с правнуками. Впереди семейные пары ждет творческий этап конкурса. Его проведут в начале июля в Культурном центре «Союз» в Малаховке. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.